В прошлый раз мы беседовали с вами о том, как молодым людям правильно сделать выбор относительно своей жизни в семье. И, конечно, когда мы говорим о выборе, то человек всегда должен руководствоваться какими-то критериями. И мы говорили о том, что для верующего человека критерием выбора является та система ценностей духовных, а именно заповедь, заповеди Божии. Для того, чтобы руководствоваться заповедями Божьими критерами, нужно для начала их просто знать. Человек должен приложить усилия для того, чтобы изучить основные заповеди, которые Господь дает человеку в качестве фундаментальных основ его жизни. Вот если человек знает правила уличного движения, соответственно, он будет правильно вести себя на дороге. И, конечно же, он сможет избежать каких-то трагических обстоятельств. И вот когда мы говорим о выборе семейном, то мы должны понимать, что у нас достаточно много, начиная с Священного Писания, говорится об этом. И заканчивая церковным преданием нашей Церкви. Я уже говорил и вновь хочу повторить, что очень важно, очень важно, что должно быть основным критерием. Основным критерием, конечно же, должна быть любовь. Но любовь — это не значит влюбчивость. Я давал некоторые характеристики того, что такое влюбчивость, и давал характеристики того, что есть любовь. И вот если человек правильно будет подходить к этому вопросу, то все-таки у него больше гарантий, что жизнь ему будет складываться правильно. И поэтому вот сейчас мы начнем с вами говорить о венчании. Что такое венчание? Венчание — это великое таинство наше. И нужно понимать, что Господь через это таинство преподает необходимые дары человеку для его семейной жизни. У апостола Павла это называется залогом Святого Духа. Залог Святого Духа — это некие дары, семена, которые Господь полагает в душе брачущихся. И вот если он будет правильно устраивать свой образ жизни, то при благоприятных обстоятельствах его жизни эти залоги, эти дары Святого Духа начнут прорастать и радовать этого человека, как не сказать, супругов. Первое действие, которое совершается в таинстве брака, оно называется обручение. В древности обручали жениха и невесту перстнями, так как и сейчас, в наше современное время, но были некоторые особенности. Вот первая особенность, у невесты должен был быть серебряный перстень, а у жениха золотой перстень. Но вот там интересная такая деталь есть. Вот этот серебряный перстень заготавливался именно для жениха, а золотой перстень заготавливался для невесты. То есть я вам сказал, что серебряный перстень принадлежит невесте, но заготавливался он для жениха. И, соответственно, наоборот. Почему? Потому что в древности перстни, они были печатями. Вот на этих печатях были какие-то важные символы. И этими печатями, этими символами подтверждали действительность каких-то документов, важных документов. И вот невеста, она имеет, как я уже сказал, серебряный перстень, но отдает этот серебряный перстень на всю жизнь через обручение своему избраннику. То есть он носит ее перстень. Поэтому, как я уже сказал, они заготавливают заблаговременно по размеру, эти перстни, соответственно. И вы помните, кто участвовал и сам в этом таинстве, или мог иметь возможность видеть, он помнит, что священник несколько раз, а вернее сказать, три раза, он обменивает эти перстни на перстах брачущихся. То есть это очень важный момент. Момент через обручение доверия друг другу. Невеста доверяет себя всецело своему жениху-избраннику и, соответственно, дает печать свою. Он может распоряжаться ее жизнью. Это, как, скажем, директор какого-то предприятия, он дает печать для своего заместителя. Тем самым он подтверждает свое доверие, что он может принимать какие-то очень серьезные, важные действия в его отсутствии. Момент доверия. Это первое, что должно быть для тех, кто решил вступать в брак, в доверие. Второй важный момент, когда обручение уже совершилось, брачущиеся идут вглубь храма, то есть они вначале стоят в начале храма и направляются после обручения вглубь храма и к аналогию. И вот здесь совершается тоже достаточно определенных действий. Это, в частности, и венцы, венчание. Вот венчание, оно имеет несколько таких вот важных достоинств. Венец является символом вообще царской власти, княжеской власти. И вот в Древней Руси жених и невеста назывались именно князем и княгиней вообще. Князь и княгиня. И почему они назывались князем и княгиней? Потому что они создавали, по сути, суверенное государство. И вот этот суверенитет, который они получали именно от Бога, потому что в семье есть глава, и главой становится муж. Также венец является символом победы. Помните, венчали всегда венцами победители. И по достоинству могут венчаться только те, и это будет как бы адекватно именно отражено, которые до брака сохраняли чистоту своих плотских отношений. Они как мученики, поэтому и поется песнопение «Святые мученики». И, как вам известно, при этом совершается круговое обхождение вокруг аналоя брачущихся священнослужителям. Это символ вечного пути. Вот они как бы, их путь является вечным, потому что круг — это символ вечности. Он не имеет ни начала, и не имеет конца. Более того, очень важная такая деталь, священник связывает при этом их руки. Вот они берут друг друга за руку, как будто они приветствуют друг друга, и связывает священнослужитель их руки. Обычно рушник по этому случаю приготовляется, и сверху священнослужитель покрывает своей епитрахилью, символом священства, священнической благодати. И вот так же они должны вместе пройти всю жизнь, рука об руку, сжимая друг другу руку. И именно вот этой любви, вот этой крепкой взаимной близости всегда покровительствует благодать, благодать церковная, благодать Божия. Так же они пьют чашу, общую чашу. И существует такое четкое, устойчивое определение, которое говорит, что чашу до дна нужно выпить. Вот помните, чаша скорби, о которой говорил Спаситель наш. Он просил поначалу своего Отца, «Пусть мимо идет чаша сия, но, впрочем, отче, не как я хочу, но как ты». И испевают эту чашу, взаимную чашу, в знак того, что они будут все употреблять в своей жизни вместе, как единую чашу. Не будет вот этого расхождения. Просто сделайте там замечательное. И следующая важная деталь. Когда читается Евангелие в Таинстве Венчания, И вот это Евангелие, оно нам повествует о том, как Спаситель совершил первое чудо. И нужно отметить, что это первое чудо было совершено в Кане Галилейской, на браке. Именно на браке. Это значит, что Господь покровительствует особенно браку, потому что Он проявил Свою чудодейственную силу именно в начале семейного жизненного пути по отношению к молодым людям. И вот вы знаете, когда мы размышляем о том, почему семья бывает порой несчастной, то один из моментов, что нет на этом браке Христа, который готов притворить воду в вино, в вино радости жизни. Вот если, как говорит Иоанн Златоуст, Христос присутствует на браке, то всегда серость жизни превратится в чудо. И вот когда мы слушаем молитвы, связанные с венчанием, то там упоминаются также и святые праведники, в частности, Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Рахиль, Захарий и Рисавет, Иаким и Анна, все они были образом крепкой семьи. Была сильная любовь в их отношениях. Мы помним, как изображают Иакима и Анну на иконе, несмотря на то, что икона всегда отражает какую-то особую аскетичность, но тем не менее Иакима и Анну изображают, обнявшись друг с другом. И этот образ любви как бы является неким... Вот для нас это очень важно понимать, что это причем икона зачатия. И это говорит о том, что брак чести и ложи не скверно. Потому что часто воспринимают духовность православную как, прежде всего, монашеский подвиг. Но вот мы видим, именно на этом образе изображается подвиг семейной любви, семейной близости, привязанности. И вот когда люди вступают в брак, начинается жизнь, новая жизнь. Новая в том смысле, что до этого они были женихом и невестой. Но в браке они становятся мужем и женой. И это коренным образом меняет вообще их отношения друг к другу. Вы знаете, я еще хотел бы подчеркнуть такую деталь на браке. Муж и жена стоят рядом друг с другом. Но при этом они не смотрят друг на друга. Они смотрят на восток. Они обращены к Богу в молитве. Вот почему и называют супругами от слова «сопрягаться» и «идти в одной упряжке». Они как будто в одной упряжке стоят. Они готовы к деятельности, они готовы что-то делать, они готовы идти вперед. И когда жених и невеста стали мужем и женой, они живут вместе, с этого момента у них общий дом, общие ложи. у них общие планы на жизни. И вот здесь начинает проявляться человек. Именно вот с этого момента. Потому что очень сложно уловить кто есть кто до брака. Хотя мы говорили в прошлый раз о том, что желательно, чтобы жених и невеста как можно дольше дружили до брака, чтобы у них, разумеется, при этом не было плотских отношений, чтобы они узнавали друг друга именно с человеческой стороны. Узнавали именно человеческую сторону друг друга. И вот когда они постигают друг друга в этом отношении, то они определяются, именно готовы ли они вот жить с этим человеком. Потому что за это время начинают выявляться интересы. Конечно, интересы не всегда могут быть обоюдными. И цели, и смысл не всегда может быть обоюдными. Потому что у каждого, в принципе, человека есть свое представление о жизни. И вот знаете, есть такое выражение, оно говорит, что вот не сошлись характерами люди, и поэтому они расстались. но вот хочется задать этим людям вопрос. Вот если вы не сошли с характерами, то, может быть, нужно было поработать над тем, чтобы исправить какие-то особенности характера во имя любви, во имя самого главного. И вот, что касается интересов. Вот представьте себе, что одна половинка, она интересуется, ну, может быть, музыкой. А вот другая половинка, что называется, отродясь этих интересов, не имеет. И вот задача именно в семье мужа или жены присматриваться и прислушиваться к интересам своей половинки. И настолько присматриваться, чтобы этот интерес, если, конечно, он является каким-то нормальным, и, скажем, этот интерес не, скажем, он не будет разрушать христианские устои семьи, то нужно этот интерес постигать для того, чтобы как можно больше было возможности пообщаться в одной плоскости, в одних интересах. Поэтому, видимо, мужу или жениху еще, если невеста интересуется музыкой, нужно изучать, возможно, музыку в том объеме, в каком возможно изучать, и тогда невеста, она будет прежде всего видеть, что он ради нее готов на что-то. Понимаете, здесь нужно при этом отметить некоторые особенности, я бы сказал, мужского и женского характера. Вот если идет разговор между мужчиной и женщиной, то мужчина, он скорее мыслит логически, его очень интересует вообще тема беседы, цель беседы, интересует, может быть, очень такая вот насыщенная аргументированность этой беседы. А вот для женщины важно просто беседовать с тем, кто приятен для нее. То есть, больше сам процесс общения, находиться именно в кругу тех людей, кто тебя понимает, кто готов разделять твои взгляды. Это связано вообще с образом жизни. В основном мужчина, он как бы нацелен на то, чтобы идти в общество и решать какие-то вопросы. И вот поскольку он постоянно решает какие-то вопросы, он как бы заточен на то, чтобы постоянно быть в курсе какой-то проблематики, тематики и так далее. А вот женщина, она больше находится в семье, а это значит, что очень важно для нее вот круг общения. Он близок или не близок, этот круг общения? Конечно, нельзя здесь провести четкую границу и сказать, что для женщины совсем неинтересна тематика и проблематика, то, о чем я только что говорил, является в кругу интересов мужчины. Но в основном, предпочтительно, мужчина смотрит на жизнь так, женщина по-другому. И, конечно же, когда вступает в брак, или в принципе до брака, как мы уже говорили, если это время, оно является временем дружбы, а не плотских утех, то тогда начинается именно проявление того, насколько мужчина может вообще интересоваться женщиной. вот как бывает уже в семье в основном. Мужчина приходит уставший с работы, и как бы эта усталость, она сказывается на отношениях, на общениях. И он, как правило, мало интересуется жизнью семьи из-за этого. Он, знаете, как часто еще говорят о мужчинах, что путь к сердцу мужчины через желудок. И есть, конечно, в этом определенная правда, потому что он приходит, уставший, его нужно накормить. А мужчина при этом, как бы, не всегда отдает себе отчет, что женщина ждала его, жена, она соскучилась по нем, и она хочет пообщаться, а мужчина в это время, он уставал, пока она скучала, он уставал где-то на работе. И, конечно, из-за этого бывает как бы несостыковка в интересах и в понимании друг друга. И вот здесь нужно приносить одну из первых жертв. Как бы женщине нужно, в первую очередь, чтобы ободрить мужчину, нужно поинтересоваться, даже если неинтересно, чем он занимался, или она даже знает, потому что все очень предсказуемо, она знает, чем он занимался на работе и так далее, но лишний раз спросить, для чего? Для того, чтобы, возможно, даже похвалить своего мужа, сказать какой-то комплимент, доброе слово. И, конечно, после этих добрых слов он, соответственно, уже будет, как бы вот войдет в сам разговор с женщиной. И они начнут общаться мило. И, конечно, при этом нужно все-таки мужчине проявлять больше, я бы сказал, интереса вообще к тому, чтобы познавать какие-то, возможно, психологические особенности женщины как таковой и вообще его жены в частности. Но для этого нужно очень внимательно всматриваться и вслушиваться в то, что она говорит и что она делает. Когда особенно вслушиваешься, всматриваешься в отношения тех людей, которые достигли каких-то значительных результатов, именно плодов любви в своих отношениях. Вот мы вчера говорили в послании апостола Павла о доказательствах любви, потому что именно такое словосочетание апостол Павел употребляет в послании к Коринфянам. Доказательство любви. Вот доказательство любви — это определенные действия, которые действительно доказывают, что человек любит другого человека. Потому что для этого человека важно вот то, чем будет доказывать любовь его половинка. И как важно, чтобы почаще говорить какие-то теплые слова друг к другу. Потому что жизнь состоит из мелочей. Вот часто мужчина настолько прагматично смотрит на жизнь, что ему кажется, ну это же мелочи, ну разве это важно? Самое главное, что я стою у руля этого корабля, что я веду этот корабль к цели, я же ведь деньги зарабатываю, я для детей и будущее устраиваю, и так далее, и так далее. То есть он мыслит слишком масштабно. С точки зрения такой стратегической, это все правильно и понятно. Но вот понимаете, стратегия, она должна осуществляться тактически правильно. Вот этот такт, вот его нужно правильно сделать. Вот как важно, конечно, все там говорят о цветах, вот женщине там нужно принести цветы и так далее. Здесь даже дело не в цветах. Вот сколько приходится мне общаться и с женщинами. Вот. И я как бы понимаю, что это не важно. Важно внимание. Важно внимание именно к ней и к ее трудам, потому что она тоже совершает огромные труды. Потому что труды по хозяйству, связанные с воспитанием детей, с содержанием дома в чистоте, и так далее, и так далее, это огромные труды. Это настолько тяжелое время, что если бы... Вот часто мужчины говорят, когда им приходится что-то там делать, может быть, на 8 марта, не знаю, вот по дому, вот, и они говорят, нет, 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 вот я готов пойти, там, может быть, неделю от работы, только бы увольте меня, я не буду вот заниматься по домашнему хозяйству, вообще все это, конечно, я люблю детей, но не их сопли и все остальное. И действительно, для мужчины женский труд, только тогда, как бы вот, они чувствуют тяжесть этой ноши, этого труда, когда они сами начинают это делать. И вот когда мужчина делает, помогает в чем-то, тогда он переполняется благодарностью по отношению к своей жене. Он пытается постоянно выразить свои чувства благодарности к ней. Он говорит, что женщинам, матерям, женам нужно ставить памятник при жизни, потому что это действительно, это огромный труд. И особенно мы тогда начинаем эту проблему понимать, если мы смотрим, вот, на Западе, вот я не знаю, конечно, особенно западной жизни, так частично знаком с ней, но какими-то вот осветениями располагаю. И вот, в частности, такой случай в Германии, одна диалог, мужчина общается с немцем, наш русский, и говорит, что вот его жена бросила, потому что он сломал очень так вот ногу основательно. Он что-то не совсем понял, в чем дело. А потом оказалось, что если мужья попадают в какие-то такие серьезные обстоятельства, и они теряют трудоспособность, и, соответственно, денежность, то их запросто могут бросать жены. И тем более, помните, мы говорили о гражданских браках, и таких браков все больше и больше, и в Западной Европе. И, знаете, это можно сравнить с троллейбусом. Знаете, на любой остановке можно сойти. Вот мне понравилось, тяжело, давка, духота, еще какие-то причины, раз и сошел, понимаете, на очередной остановке. И поэтому так ценятся женщины, наши женщины за границей. Именно ценятся как хозяйки, домохозяйки, как матери, которые воспитывают детей. Почему? Потому что женщина не избалована правами, именно у нас, на Руси. Не избалована. У нас их, по сути, никогда и не было этих прав. И вот когда они оказываются в этих комфортных условиях Запада, то, конечно, они очень жизнеспособны, и то, что смерть для немки, то, понимаете, абсолютно не является проблемой для русской женщины. И поэтому, когда мы говорим сегодня, ну и тем более, вы же знаете этот образ женщины, причем она пытается хорошо выглядеть, я имею в виду, там, косметика и так далее, каблуки, понимаете, все это очень так, и при этом нести какие-то, понимаете, тяжелые сумки, авоськи. Вот. И вот все-таки мне приходилось тоже, как бы, жить там частично. И, вы знаете, я никогда там такого не видел. Во-первых, женщины достаточно одеваются там скромно в сравнении с нашими женщинами, я имею в виду, то есть нет вот этих косметики и так далее, когда они заняты повседневной жизнью. Вот. А наша женщина, она как бы пытается вот и то, как бы, сделать, и другое не, как бы, не упустить. Конечно, я не говорю в данном случае о косметике, о чем-то очень таком положительном, но я и не игнорирую ее совсем. Почему? Потому что, ну, есть определенная, скажем, историческая реальность, и как бы выходить из этой, выпрыгивать из этой исторической реальности, мы тоже не должны, потому что из-за этого, вот бывает как вот, православная девица хочет выйти замуж, а вот она не может выйти замуж. Почему? Потому что она непривлекательна. Она непривлекательна, потому что она вообще считает, что не нужно следить за своей внешностью, можно одеваться. Знаете, такой образ вот девицы нашей, потертая джинсовая курточка, длинная юбка, походные ботинки, рюкзак на свине, вот, и накрест завязанный платок, понимаете? Вот приблизительно такой вот образ, и, конечно, он не всегда бывает привлекательным для, значит, мужчин, вот, и, конечно, они предпочитают, знаете, как один говорил все мужчина, вот, знаете, батюшка, много девочек хороших, но почему-то тянет на плохих, вот, и, конечно, нужно понимать, что женщина должна быть все-таки женщиной. И есть, конечно, она настроилась там на монастырь, вот, ну, дело другое, конечно, она... Но если мы продолжим все-таки разговор о взаимоотношениях, именно внутри семьи, то вот это общение, общение — это постоянная жертва. Но в какой-то момент это перестанет быть жертвой. Почему? Потому что поначалу только люди жертвуют. Вот, как я уже говорил, жена начинает изучать интересы мужа, муж изучает интересы жены. Понимаете? Я однозначно скажу, что почти у нас этого не происходит. Обратите внимание, кто у нас по воскресным, выходным дням проводит время на рыбалке, на охоте, вот. Это значит, что они не проводят свое время с семьей. И в этом серьезная проблема. Понимаете? Говорят, ну, вот я должен отдохнуть от семьи. Вот интересно вообще, если вот вдуматься и сказать это именно молодым людям, которые только строят свои отношения и сказать им, вот вы будете наступить такой момент отдыхать друг от друга. Вы будете удаляться друг от друга. Вообще, как это будет звучать для молодых ушей? Это нормально вообще или нет? Конечно, наши молодые уши уже как бы ничем особенно не удивишь, потому что они слишком много знают в свои 15 лет. Потому что 40% школьников уже живет в 15 лет активной половой жизнью. Вдумайтесь только в это. И вот что может быть? Какие могут быть перспективы? Конечно, ничего хорошего с этого не будет. У меня 40 лет старики. В 40 лет старики, совершенно верно. Там никакой свежести нет. И потом, конечно, о сексуальных моментах мы поговорим в другой беседе, пока не буду касаться этих моментов. Это тоже очень важно, потому что существуют крайности в церковной жизни относительно половой жизни. То есть некоторые считают, что это совсем что-то такое очень, понимаете, даже об этом говорить как-то стыдно, и нельзя, и не нужно. А другие, конечно, считают, что это должно быть вообще чем-то таким постоянным. И то является крайностями. Потому что крайностями человек не должен жить. Крайности человека разрушают. Вот любая крайность. Крайность чувств, понимаете, или депрессии, или наоборот какая-то эмоциональность, возбудимость какая-то особенная. Вот так все. Человек не должен жить крайностями. Жизнь, как я уже говорил, и вновь хотел бы вернуться к этой теме, что она состоит из мгновений, минуточек. Вот очень важно научиться именно минуточки дарить друг другу. Стараться, вот потому что у нас-то жизнь, в основном как протекает? Жена занята хозяйством, муж зарабатыванием денег, и вот они как бы мечтают, конечно, больше мужчины мечтают, что вот когда-то наступит такой момент, вот я всех соберу, всю свою семью, опять масштабы вот эти, понимаете, вот и все будет хорошо, мы будем, понимаете, счастливы, поедем куда-то там и так далее. Вы знаете, это утопия, так нельзя мыслить. Каждый день, понимаете, нужно замечать своих родных, каждый день нужно отдавать свои минуточки, причем даже больше и не нужно. Вот, скажем, когда молодые супруги уложили своих детей, они должны, может быть, сесть и поужинать, понимаете, там при свечах, я не знаю, они должны друг другу сказать какие-то хорошие слова, поговорить о чем-то, может быть, что-то особенно вкусненькое там приготовить. Вы должны именно так мыслить, потому что именно на этом строится жизнь. А если этого не будет, то в какой-то момент люди потеряют друг другу интерес, они будут жить как квартиранты, они будут тяготиться друг другом. Это неправильно все. И мы должны понимать, что жизнь христианина, ее можно рассматривать в два этапа. Первый этап – это как бы этап очеловечивания. А вот второй этап духовной жизни – это этап обоживания. Только, понимаете, иногда люди, не очеловечившись до конца, они уже, понимаете, обоживаются. Они уже говорят об очень высоких вещах. Они говорят о очень духовных вещах. Но на самом деле вначале нужно очеловечиться. И вот это очеловечивание – это именно супружеские отношения. Вы знаете, я уже касался вопроса пола. И вот здесь я хотел бы еще дополнить одну мысль выразить. Вот вы знаете, что есть такое слово «индивидуум». Вот и эквивалент этому слову, латинскому слову «индивидуум» греческое слово «атом». Вот и то, и другое в переводе на наш язык – это «неделимый». «Неделимый». Это значит, что человек, вот именно вот личность человека является уже пределом деления. Все уже дальше делить человека нельзя. И вот, знаете, вот что происходит? Вот когда пытаются человека делить вот какой-то идеологией, например, или какой-то заразной идеей. Вот это называется шизофрения. Вот нужно отметить, что само слово «шизофрения» – «шизо разделять френус у». То есть происходит разделение ума, происходит расщепление личности. Когда начинает слишком глубоко входить какое-то инородное тело внутри личности. Вот помните, как, понимаете, люди становились больными, личность больная становилась в советские годы, когда они были одержимы какими-то советскими большевистскими идеями. И вот эти идеи, они были настолько разрушительны для жизни. Помните, сколько появилось сиро в советские годы, особенно первые, послереволюционные. А почему? Знаете почему? А потому, что снялся запрет на именно сожительство. До революции браки какие были? Только законные. И незаконных браков почти не было. И тут началось, понимаете, повальное, понимаете, сожительство. И вот появилось много сирот, бездомных детей. И вот именно сейчас же, почти такая же ситуация, посмотрите, переполняются детские дома. Опять-таки вопрос сожительства. Но я сейчас в данном случае не об этом хотел сказать. И получается, что вот этот процесс делимости, вот это значит, что каждый человек является личностью, тайной. Нельзя его делить, нельзя туда лезть грязными руками. Вот нельзя вот просто в душу человека вторгаться так. Это называется вот этой сокровенностью тайной души человека, тайной личности человека. И вот для того, чтобы человек смог пустить свою жизнь, свою душу, для этого можно расположить именно тем, что ты согреваешь его взаимной своей любовью этого человека. И он в какой-то момент, вот именно в таких беседах спокойных, о которых я говорил, в каких-то подобных таких вот вещах начинается раскрывание личности другого человека перед тобой. И вот когда, а ведь понимаете, в чем вот собственно вот это желание вторгнуться в личность другого человека. Знаете, почему вот это желание вторгнуться? Оно по той причине, что человек всегда хочет узнать о планах, о том, чтобы как можно быстрее манипулировать этим человеком. Я вам сейчас скажу в противоположность того, о чем я только что сказал. Вот любовь. Если мужчина, ну, бывает инфантильный мужчина, вот понимаете, не могут принять решение, какие-то вот они такие. Это связано с многими вещами. Бывают особенности его конституции какой-то душевной, телесной. Бывает связано с воспитанием, еще с какими-то моментами. То есть много всяких моментов бывает. Но вопрос в другом. И вот если женщина, все-таки, видя его такую вот инфантильность, и она будет его за это упрекать, понимаете, ему рано или поздно это надоест. Конечно, он скажет, все, я ухожу, мне это уже надоело, я не могу так жить. Но если она будет любовью его, она будет его ободрять, вот ты сделан, у тебя получится. Она постоянно будет поддерживать его, стараться именно, чтобы заметить какую-то маленькую, маленький может быть успех, но этот маленький успех поддержать. И вот если она будет вот так пошагово, своей любовью опекать его, то в какой-то момент он станет сильным человеком. Но для того, чтобы он стал сильным человеком, для этого нужно время. А мы не хотим, нам слишком хочется вот сейчас. Знаете, даже когда мужчина что-то сделает, знаете, женщина скажет такой комплимент, ну не прошло и полгода, как ты сделал. После этого хочется делать что-то или нет? Конечно же нет. То есть она в очередной раз упрекнула, а он-то искренне хотел что-то сделать, понимаете, для семьи. Просто он не был воспитан так, он не знал, как это делать. Он не умел этого делать. И вот получается что? Что если человек хочет проникнуть в эту неделимость человека, это значит, что он хочет как можно быстрее узнать о его планах. Вынь да положь. А так нет, так не получится. Именно в этом, понимаете, вот это страдание любви, оно настолько тяжелое, оно невыносимое, потому что постоянно нужно терпеть. Вот если человек настроен на то, чтобы терпеть, чтобы не менять на свой ажин человека, вот тогда что-то получится. Понимаете? Когда мы вступаем в брак, то, как правило, как я уже говорил, мы не знаем именно таких вот отрицательных сторон своей половинки. Мы знаем только положительную, как правило, сторону, потому что именно эта положительная сторона, она постоянно проявлялась до брака. И это удивляет, кого-то шокирует, кого-то ужасает, как я с ним могу жить. Почему обычно разводы бывают после трех лет совместной жизни, двух-трех лет совместной жизни? Конечно, седина в городу без в ребро, бывает и потом, но это уже как бы там другая причина. Кризис среднего возраста. Об этом мы как бы еще поговорим. Но вот если говорить именно об этом моменте, это значит, что люди не захотели, вот понимаете, притираться. Это как вот, понимаете, камни вот в мешке. Вот если угловатые такие, понимаете, они должны притираться, а если не будут притираться, они, конечно же, разрежут этот мешок и они выпадут из этого мешка. Из обоймы семьи. Это очень сложно. Именно на первом этапе сознавать, что твой супруг или супруга имеет недостатки. Это очень тяжело. Потому что, как правило, человек вступает за некий идеал в брак. А оказалось, что он не герой ее романа. Вот это очень тяжело. Ведь, понимаете, намечтают же женщины. Не надо мечтать ничего. Они думают, что, понимаете, жизнь — это вот такой вот какой-то вечный праздник. Да не бывает такой. Но мы именно вступаем в брак для того, чтобы помогать нести тяжесть друг к другу. Идти в одной упряжке. можно, вы знаете, в любое время, вот даже если уже годы прожили, можно в любое время начать все сначала. Вот можно. Знаете, я много могу примеров привести, что вот люди в определенном возрасте уже таком, знаете, уже внуки у них появились. И у них начали расцветать отношения. Вот они начали жалеть друг друга, понимаете, переживать друг за друга. Конечно, это связано с болезнью, с страданием, с какими-то бедами. Но они понимают, что только верный друг оказывается моя половинка. Вот так начинают ценить это. Что они, понимаете, имеют такую нежную любовь. Причем там уже как бы нет ничего плотского, просто вот нежная любовь. Дружба, настоящая дружба, забота, понимание вообще смысла и ценностей жизни, целей жизни вообще. И эти люди счастливо доживают вместе. Вот не надо разочаровываться друг в друге. Вот это очень важно. В семье еще, знаете, вот есть такие слова, послание апостола Павла к Тимофею, 5 глава, 8 стих, 1 послание. И он говорит, апостол Павел к Тимофею, что кто не печется о своих, наипаче о домашних, тот отрекся от веры. Представляете? Отрекся от веры. Понимаете? Вот некоторые еще считают, да нет, вот семья, там вот важно помогать там каким-то дальним, вот, нет. Отрекся от веры. Вот эти слова, понимаете, апостола Павла. Отрекся от веры, кто не печется о своих, наипаче, о домашних. Я имею в виду, когда некоторые женщины или мужчины, здесь и то, и другое бывает, что вот часто его все любят, мужа там, понимаете, а вот дома, понимаете, ничего не сделано, все запущено. Это тоже, опять-таки, невнимание к нуждам семьи. Конечно, к этому был какой-то путь проделан, это с чем-то связано было. Это, может быть, связано было с тем, что, ну, опять-таки, вот эти невнимания, понимаете, в мелочах невнимания. Вот. И я как-то сказал уже, что те люди, которые достигли результатов, доказательств любви, назовем их так, в семье, то, понимаете, они помнили все. Они помнили дату венчания, дату встречи, там, дни рождения, много каких-то важных моментов они помнили. и вот особенно, когда читаешь переписку царя Николая с его супругой Александрой, императрицей, вот, прошло 20 лет после их брака, они очень нежно вспоминают в переписке именно то, что было значительным событием их жизни, называют очень ласковыми словами друг друга. И вот, наверное, вот такие вот важные моменты, они должны быть заложены в начале отношений. И, конечно, знаете, даже еще больше можно сказать, что один сказал человек, ну вот, вы знаете, я так люблю свою жену, как бы в первый раз. Ну, где-то, вообще, где-то, может быть, правильно, но не совсем. Он должен больше их любить. Почему? Потому что совершенство, понимаете, должно быть в семье. Вот мужья должны любить больше своих жен, и, конечно же, жены своих мужей со временем, потому что они же жили и совершенствовались в отношениях. А как бывает? Вот иногда так слушаешь, как мужья относятся к своим женам. Вот они настолько заняты своими интересами. Понимаете, вот я отдыхаю. И, понимаете, человек там целый день в домино играет, в карты играет. Например, женщины почему-то не отдыхают. Вот, вы знаете, так вот большей частью мне приходится это видеть. Я считаю, что отдых, он должен быть не каким-то вот таким глобальным, чтобы потом в понедельник голова болела, а нужно вообще вот как-то, понимаете, отдыхать так, вот чтобы в семье жизнь была отдыхом для человека. В семье должна быть отдыхом. Вот так правильно выстроить свою жизнь. И, поэтому, вот, наверное, из сегодняшней беседы я бы хотел сделать некоторые выводы, что уже время подходит к концу. Первый вывод это терпеливое исследование своего супруга или супруги. Вот терпеливое вот всматривание, вслушивание, в чувствование. Вот даже владыка Антоний говорит такие замечательные слова. Он говорит, даже если вы чувствуете, что уже вы ничего нового не можете дать для своей половинки. Вот не можете. Вот вы исчерпали как будто себя. Вот нет ничего. Вот вы знаете, говорит, вы прислушаетесь к своему сердцу. Вот вы знаете, вот когда вот говорится о том, что прислушаться нужно к своему сердцу, это очень сложный момент, потому что люди очень нередко оказываются вот со своим сердцем наедине. Особенно сейчас мешает этому и телевидение, и интернет. Практически человек постоянно находится в каком-то информационном поле. Он постоянно рефлексирует на получении какой-то информации. Он не умеет быть наедине с самим собой. Но именно когда человек оказывается наедине с самим собой, он может приходить к выводам. Во-первых, он может проанализировать свою жизнь. И знаете, со временем, с возрастом, ведь во многом приходится каяться, вспомните. Именно с возрастом это начинаешь понимать. Дима, с возрастом начинаешь именно это понимать. и вот, знаете, когда бывают какие-то проблемы в отношениях, мужчина стремится к тому, чтобы пообщаться со своими друзьями, пожаловаться своим друзьям. Может быть, даже родительница пойдет жаловаться. Ну, а понятное дело, что свекровь, она как бы лучшая подруга невестки и наоборот. И, конечно же, здесь она подскажет «Ой, милый, я же смотрела за тобой, ты так страдаешь, бедный». И, конечно же, он видит после разговора со своей матерью только одно, что он всю жизнь находился под угнетением своей диспотицией. И, понимаете, вот здесь важно уметь человеку размышлять, оказываться наедине с самим собой. И вот эти размышления, когда человек должен вот беспристрастно посмотреть, «А всегда ли я был справедлив по отношению к ней?» Тоже, конечно, должна и супруга думать. «А всегда ли я была справедлива?» «А может быть, я всегда слишком эмоционально реагировала на его неудачи?» Вот вспоминает отец Дмитрий Смирнов беседу с женой Садовничева, это ректор МГУ. И вот она ему как бы так вот говорит, что, вот, батюшка, я всегда своего мужа поддерживаю, несмотря на то, что, понимаете, это заслуженный академик, там, ректор самого, понимаете, крупного, можно сказать, вуза, мира. И, тем не менее, для него самое важное это всегда было поощрение и похвала жены. И для многих генералов, великих людей в первую очередь важно было, что жена скажет, а не что скажет где-то там. У него и ордена, и медали, и грамоты, и признания, и так далее. Но вот жена, понимаете, она терзает его, она всегда чем-то недовольна. И вот как важно оказаться наедине с самим собой для того, чтобы посмотреть, вот рассудить свою жизнь. Ведь человек должен со временем научиться рассуждать о жизни, размышлять о жизни. И вот поэтому Владыка Антоний в этом отношении дает бесценный совет. Подумайте, вот вслушайтесь в свое сердце, и вы обязательно услышите подсказку, Бог вам подскажет. А еще, если вы помолитесь, обязательно получите какую-то порцию терпения, смирения, теплоты, какой-то любви. Вот поэтому на это я обращаю внимание, на терпение. Не стремитесь переделать никогда свою половинку. Никогда не нужно стремиться к этому. Потому что, если мы стремимся, то мы всегда, понимаете, вот накладываем на жизни, понимаете, какие-то такие вот острые ограничения. Это, знаете, как вот просто брать и обрезать, вот живое. Это всегда сопряжено с большой болью. Вот этого нельзя делать. и поэтому настоящее мученичество брак. Если кто-то думает, что в браке легче, чем в монашестве, я считаю, человек глубоко ошибается. В браке гораздо сложнее. Вот тогда, после какого-то уже продолжительного периода жизни, человек почувствует, что ему в браке легче. Почему? Потому что он уже будет пожинать плоды. И кто, знаете, скупо посеял, тот скупо и пожнет. А кто хорошо посеял, тот хорошо и пожнет. Вот если он вкладывал свою любовь в семью, он обязательно получит любовь. Он пожнет любовь. В те годы, когда он станет старым, немощным, больным, разбитым и так далее, он будет пожинать любовь. А кто, понимаете, скупо сеял, тогда и будут дети им пренебрегать, и жена будет пренебрегать, и так далее. Или муж там, женой. Вот это очень важно, понимаете. Нужно очень много сейчас жертвовать. Интересоваться жизнью своей половинки. Всматриваться, вслушиваться. Если даже этот интерес как бы кажется недостойным, да ну как же я могу вот этим, понимаете, это недостойно. Нет, это все неправильно. Ради того, чтобы найти ключик в душе, это уже интерес достойный внимания. Ради ключика, ради подхода. Ну вот, я пока ограничу свое повествование, обращение. Может быть, есть у вас какие-то вопросы? Спасибо, Господь, за внимание ваше. Идем в ключики пойдем искать. Да, в ключики пойдем искать. Я думаю, что эти ключики есть, просто они заржавели у кого-то может быть. Кто-то потерял их. Знаете, мне хочется вот этот символ, который сейчас очень любят, на мостах и, значит, замками, знаете, вот это сейчас и ключики бросать. Вот. Я считаю, когда будете бросать, обязательно оставьте запасной еще. Хорошо?